Одной из самых востребованных была и остается профессия учитель. Школы всегда нуждаются в молодых квалифицированных специалистах. С будущими педагогами потенциальные работодатели стараются познакомиться еще в ВУЗе. Приглашают пройти практику, а после получения диплома трудоустроиться. О том, как работает с молодым специалистом в школах района, их планах на будущее, смотрите в следующем материале выпуска. Мы ее начинаем писать в середине строчки, вниз, вверх. Вторая буковка, Артем, какая? Педагогический стаж учителя начальных классов Елизаветы Доцков всего три месяца. 1 сентября она вместе со своими учениками пришла первый раз в первый класс. Дети у меня первые, самые лучшие. Они всегда дарят позитив, но есть чуть-чуть огорчение, то, что еще после садика адаптация у них. Они еще не знают, что такое дисциплина. Мы этому учим. В классе у Елизаветы Доцко 20 ребят, и каждый уже стал родным. Своих подопечных молодой педагог старается не только научить чтению и чистописанию, но и окружить заботой и вниманием, создать на уроке атмосферу доброжелательности и доверия, чтобы дети с радостью шли в школу. Она хорошая, добрая, красивая. Она нас любит. Моя учительница добрая. Я люблю ходить в школу, учиться, получать много знаний. Моя первая учительница красивая, добрая. Она не ругается, когда мы что-то нечаянно наделали. А еще она не любит, когда мы бегаем. Стать учителем Елизавету Доцко вдохновила ее первая учительница. И проработав в школе даже столь непродолжительное время, Елизавета уверена, что сделала правильный выбор и обязательно останется здесь работать. Оставаться я за всеми руками, так как очень нравится. Планы – хочу стать учителем года, поучаствовать. На сегодняшний день в школе номер три работает семь молодых специалистов. Но, как рассказала директор Татьяна Кириллова, они с радостью бы приняли в свою большую и дружную педагогическую семью еще несколько молодых учителей. Ставку делают на выпускников Славинского филиала Кубанского госуниверситета. Начинаем работать с будущими молодыми специалистами еще в то время, когда они обучаются филиалю Кубанского университета. В эту пору, во время практики, мы можем присмотреться, увидеть, что представляют собой молодые специалисты, и по потребности школы решаем вопрос о принятии на работу. Молодежь зажигает, у них горят глаза, они по-другому смотрят на любое мероприятие, которое готовится в школе. И поэтому, конечно, это обновление, это новое веяние, которое мы всегда от них ждем. Ежегодно в школе проходит практику более 200 студентов. Некоторые, так же, как и Елизавета Доцко, остаются здесь работать. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».